Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить гречку. И все мы с вами знаем, что гречка это очень полезный продукт. Но как приготовить его вкусно, чтобы вся семья оценила? Вот это мы сегодня с вами и сделаем. Начнем! Берем сковородку, наливаем на нее буквально 2 столовые ложки растительного масла. Затем берем либо одну маленькую луковицу, либо половина большой. Нарезаем ее полукольцами. Друзья, а еще другие рецепты вы можете посмотреть у меня на канале. Затем отправляем лук на сковороду. Немного обжариваем его. Затем добавляем соль, перец. Перемешиваем. Затем выдавливаем сюда 3 зубчика чеснока. Ну, кстати, по чесноку тоже. Если вам не нравится сильно аромат чесночный, то можно 2 добавить или 1. Тоже его обжариваем. Сразу такой аромат чесночный, такой вкусный, мне нравится. Затем отправляем сюда 3 столовые ложки сметаны 20% и все тщательно перемешиваем, чтобы получился такой прям соус. Затем добавляем сюда примерно 800 миллилитров воды. Накрываем крышкой и даем закипеть. Бульончик закипел. Сейчас необходимо добавить 250 граммов промытой гречки. Ставим огонь поменьше и оставляем минут на 15. Друзья, 15 минут прошло, наша гречка почти готова. Теперь нам необходимо сделать самое главное. Слегка мощим руки холодной водой. Здесь у меня 300 грамм куриной грудки фарша. Катаем небольшие такие фрикадельки и кладем в нашу гречку. Я думаю, что это блюдо можно есть даже людям, которые на правильном питании. Таким способом разнообразить свой рацион. Теперь необходимо утопить наши фрикадельки в гречке. Для этого остался немножко бульончик, чтобы наши фрикадельки довести до готовности. Друзья, ну все, оставляем еще минут на 10 и наша наивкуснейшая гречка будет готова. Друзья, наша гречка готова. Вы только посмотрите, какая красота, а какой запах чесночный, сливочный, просто слюнки текут. Давайте скорее будем накладывать. Друзья, приятного всем аппетита!